всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня мы собрались за круглым столом сделать магазин на диване сделать микроскопическую распаковку за огромную сумму денег 25 просто интересно в общем это распаковка из магазина джонс это русский магазин ну он армянский магазин вы стопы нет русский магазин русский магазин с армянскими корнями короче здесь он считается русским магазином и я должен сказать это выражение для тех кто служил в армии она знакома немножко в другой так сказать с интерпретацией но я скажу его культурно как говорят старослужащие поиметь земляка в хвост и криво это как побывается на родной земле типа в отпуске или увольнительный вот сегодня джонс сходил увольнительную на голорусскую землю в общем покупка наша стоит 25 долларов сейчас мы вам покажем эту кучку давайте посмотрим и заглянем во внутрь упаковок попробуем и в общем поделимся или поделимся не покажем расскажем а потом поделимся своим впечатлением да а я уже наполела в джонсе все время овощи не свежут ну правда бабка на скамейке они все время пишут такие рекламы эти писала газета ой там мы там продаем сегодня у нас сегодня взял там и я первое время влася серёжа погнали там огурцы или там ой там хурмак у там укурага до приезжаешь на такое что магазины выбрасывают обычно на задний двор они выставляют и всегда и сэйл причем единственное что там не самый дешевый иногда бывают огурцы такие вот именно ну нормально это было может полтора или два года назад поэтому то есть сказать трудно как это выглядит а так там постоянно овощи игры такой вот их кто-то перебрал и решил не брать а почему мы в общем почему мы туда пошли не на самом деле у нас антошка любит горошек вот и мы решили сделать настоящий настоящий горошек но полностью вообще по русскому белорусскому рецепту там ну я имею ввиду потом по там уж нему то есть просто я вместо курицы могу отварить куриную грудку или какое-то такое мяско ветчину и что значит вместо курицы ой вместо колбасы вот то есть нормальный горошек чтоб не было докторская колбаса чтоб в нем было там майонез хороший мы хотели купить русский но русские не завезли что-то не завезли там селедка есть железных банков да вот ну в общем пошли чисто вот чтобы сделать такой вот настоящий горошек но для настоящего горошка мы получается купили только докторскую колбасу для закуску короче ну мы уже начали рассказывать ну давай в общем майонез тот который стоит в нормальном магазине мы купили на полтора доллара дороже чтобы уже не ехать в другой магазин потому что шли как бы за русским но раз не было дома фиг с ним переплатим пускай съездят на родину мы шли за русским да потому что вот селедку можно купить точно такую же вот как в беларуси заходишь в простор в корону в железных банках не ну понятно ее можно может быть сегодня найти на комаровке но есть там этот матиус матиус очень много есть товаров таких вот польский балтика это пиво там вот шампанское мы только что посмотрели кстати советское советское шампанское стоит 599 заранее написано у вас у вас уже на доллар так сказать уступили больше не просите скидок не будет то есть она якобы 699 но уже за 590 здесь вот надо было посмотреть объем кажется шампанское должно быть 075 но там такое ощущение специально ну в общем много товаров которую вот но как пингольчик вот если ты проснулся увидел думаешь такую были в минске юно мелко сумма там есть и они где в другом месте не видела но майонез не нашли хир есть сушки сушки зефир хотели посмотреть и не пошли смотреть короче кефир опять же литр стоит подожди или 399 или 499 наверно 399 синие которые оригинал типа и фруктовые по 499 так ну давайте сразу тогда мне давайте эту кучу покажем и потом расскажем так ну вот как говорится кучка в ней три штучки но у нас четыре штучки в общем мы могли взять шампанское три сырка но решили что что шампанского не хватит на три сырка решили не брать вот решили мы даже в этом полировать так в общем мэн с мэн с мы описали значит вот этот вот майонез он очень он очень похож на русский майонез он есть везде везде он дешевле ну джонсу джонс джонс джонсу получается им очень нужны деньги поэтому они продают дороже так в общем вы видите тут какие-то его эти калории там эти были нутришн факт я уже с этим джонсом ингредиенты срок годности кстати давай может у них проверим чего у них там по сроку годности чего ничего не стерли его какой до 12 часов надо было съесть но не сильно он такой резки да так в общем это был майонез ну вот халвушка это маришкина так сказать что страсть слабость ну халвак халвак заяк скажи мне за паунд сколько стоит она 2 99 за лб до 3 доллара сравните напишите сколько стоит килограмм или пол килограмма в беларуси мы не помним ну я считаю что вот три доллара за у нас получается тут у нас тут лб и получается по факту ну в принципе нормально мы взяли два кусочка чтобы второй раз на бензин не тратить так сказать сразу каждому по куску тебе больше мне меньше 372 тут чуть больше паунда да вот здесь до 1 двести сорок пять паунда здесь 1 0 15 то есть без очков ну вот короче так халва так вот эти три сырка короче антошка очень хотел до белорусский глазированный он вспомнил что что мы кушали там такие на днях тут мы ели чизкейки он он как говорится выразил рожат чизки этот самый вражеский продукт не да он ел морковный чизкейк ему как-то так скажем не понравился но вот получается что глазированный срок это оказывается чизкейк сейчас мы его попробуем такой он или нет ну в общем вот эта вот штучка причем она не такая большая активизация гораздо меньше вот она она еще должна сжаться просто воздух не пускает стоит 0 99 короче доллар так мы переходим к колбасе чтобы вы правильно поняли вообще масштабы происходящего сколько что стоит вот это вот значит мы взяли докторскую два раза так сказать одну нам нарезали это мы будем на бутерброды или прямо в рот класть так это 566 за сколько 599 пол килограмма стоит вот то есть вот вы видите тут так да это один кусок и вот второй кусок его надо развернуть чтобы увидеть он тоже 56 ну а что надо же показать какая докторская рассказать прямо там на полке вот и мы тогда же не просто привкусит ну сколько отрезать мы пока стояли ждали чтобы он нарезал он на весы мы попросили у него по подожди мы попросили панк сначала мы вообще попросили попробовать мы попросили какую-то немецкую баллонья и докторскую короче баллоня она оказалась сразу уже кисловатый вкус такой то есть она уже испортилась прямо там на полке вот и мы тогда же не просто привкус за я не знаю какой у нее привкус но вот свету этой колбасы мы этой колбасой но тут должны пойти накормить их сейчас или что но на вкус она была да нет но он же нам блин как бы это самое подожди а давай развернем это посмотрим короче если вы хотите потратить баблище а потом это баблище слить в унитаз welcome to johnson а это нет ну потому что это наверное тот хвостик который так да полежал и и без упаковки он целлофан был наверно зачистим и сверху этим самым короче вот так вот она выглядит вот она вкусно так а это немножко вот ну в общем мы обрежем она немножко обветрилась все точно как вот вот в русский магазин времен до перестройки заходите узнаете бумагу но здесь она модная здесь она видите такая вот атласно да да видите она модно а вот еще чуть-чуть она была такая вот как как в 80-е годы эту колбасу заворачивали кто в теме кто бы жил советском союзе тот меня понимает это наш не первый опыт когда вот допустим мы что-то покупаем в джонсе но хочется там допустим какой-то колбаски эти там варены и буквально на следующий день их уже достаешь они вот их купил съех надо съесть иначе они могут портится быстро надо съесть они могут портится между ртом и тарелкой в общем короче вот колбасу по-хорошему надо было бы занести но блин дешевле обрезать чем ехать и тратить время еще и там блин себе нервы все распаковка закончена осталось только сырок попробовать короче два куска колбасы один из которых зеленоватый три сырка две холвы и мэйбэс он нам отрезал я попросил да и он нам отрезал вот два таких этих самых и мы их это самое я покушал маришка не стала но мне правило эксперимент так что вот так короче если хотите чтобы вас и в хвост и в гриву добро пожаловать в русские магазины там вы отстегнете свои кровные как минимум на 20 на 30 каких на 20 вы обманули на 30 процентов это минимум на конфеты о чем ты говоришь нет мы там мы берем не конфеты зайка просто продукты колбасу но я просто вижу насколько конфеты дороже скажем чем так а майонез ну так что вот так будьте готовы сейчас срок скидь я надеюсь он будет глазурован в шоколад или это белый ческий вау 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 он выглядит тут настоящий смотрите огромный эксперт по сыркам настоящий только маленький он пока ехал сашка будешь пробовать сырок? Саша даже не пробовал получается их ни разу да? Сашелька давай я тебе сынок открою покажите мне это не все ну что Антош это не честный это и это Антош он похож на Таришка милая иди попробуй дай его кушать еще из белого луста ты помнишь вкус? так а чизкейк вот когда ты кушаешь? ты не помнишь? не такой? нет и этот чизкейк похож на это? расскажите мне вот вместе как-то на старой Беларуси нет в Беларуси глазированный сырок похож на то что вы съели сейчас да один в один а чизкейк на чизкейк который мы кушали тут не похож? чем он не похож? как он тушил эксперт по сыркам оно больше как оно чувствуется когда его кушаешь чизкейк здесь чизкейк он более мягкий твердый твердый более сухой ну а здесь он более влажный ну легче его кушать легче кушать так давай мы чизкейк будем в воде разводить и ты его будешь выпивать Антоша чтобы не напрягаться вот а Саша короче он вообще не вошел он откусил его и побежал выпинул Саша работает по американским продуктам ну мама такого не ест нам потом хоруина топчется что вы придется разоряться на белорусские вернее постсоветские чизкейки потому что вот дети подожди кот дети еще хору не попробовали Антон ее ест а Катарина еще не ест ну давай попробуем в общем дети вспомнили сырки они им очень так сказать нравятся и бла 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 а Сашка свой пошел и сразу выплюнул потому что он там не поел и в общем это не его продукт Катарина хочешь хоргу попробовать? ты созрела уже? одно если Саша не надо будет делать с такой большой парень большой кусок откусил его? да ну в общем для меня мне чизкейк очень нравится и для меня я просто считаю он действительно такой более тугой более сухой и в принципе менее дорогой потому что за 3 доллара можно купить ну 5 долларов будет стоить вот такой вот ну на сколько он напаунд наверное да да наверное напаунд будет стоить чизкейк ну это сырок да а это сырок ну в общем у твоих детей есть такое воспоминание одно наверное из немногих да что у них еще такое? что ты из еды такого помнишь? горошек ну вот горошек мы будем не пить это был творог я помню сто процентов творог он помнит творожную массу жиденькую эту вот мягенькую а как паста ну оно как паста и потом ты бы кушал да и там бы твои такие маленькие мячики изюм нет Сережа он другой помнит я понимаю как зернистый творог зерновой или как его правильно называют подожди это тоже самое зерновое нет 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 я думал он путает любит как творожная масса было нет я понимаю про какой он творог говорит ну значит надо купить ему еще творогов джонси прозориться так ты иди здесь расскажи что ты там стал рассказывать я я помню еще в белоруссии я был нямнями тоже там нямнями это вот эти вот всякие сухие колечки да и я у меня зуб шатался я хотела его очень сильно взять и снять достать достать и я был так так в тувал нямнями и потом я начал чувствовать зуб и пришла фея и принесла 5 баксов или сколько там фея приносила я ничего не приносила наверное здесь уже стала фея работать так ну давайте еще халп это small bagels это что такое ну bagels это это хлебом какой типа кокушочек и в нем дыка и типа сушка а bagels это вот эти вот да я понял bagels это не переводится это грубо говоря такие вот как донатсы с дыркой или маленькие бублики они еще с ягодками бывают да это такой хлебушек специально я думаю что за bagels это не донатс нет нет я просто пытаюсь объяснить да да я пытался объяснить давайте халву поедим и и будем уже горошек есть вот этого вот сладкого ну в общем халва тоже чисто такая вот постсоветского пространства она ну настоящая никакая не подделка так первый пускай Саша ест халву мы покупаем не первый раз но просто дети наши ну в общем Саша посмотрит как другие едят катарина давай ты я очень люблю ммм 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 это просто халва просто хлеб но это хлеб это хлеб я еще не надо объяснить что это халва это халва не знаешь как вкус объяснить он может это объяснять не надо потому что все знают люди которые нас смотрят они знают что такое халва это ты можешь объяснять что такое чизкейк потому что я все равно буду сразу объяснить какой что для тебя это хорошая девочка за это некрасиво делать для меня это мороженое если оно было бы засушен ну все хороший мальчик иди погулять а что-то и хороший да я все сделаю сейчас только корбаску вот такую кучу продуктов можно весело съесть по 25 долларов и ну что вот смотри по-хорошему среди в общем так никто не поел их просто попробовали и узнали что что это то что это самое то есть так чтобы по-хорошему их поесть их надо взять ну хотя бы ну антошину надо взять 35 наверное то есть вот 10 церков на нашу семью то есть это нам по одному и детям почти колбаса по-хорошему на семью нарезать бутербродов с утра и колбасы нет так что вот такие дела халва ну халвы тут хватит чая попить два раза ну даже 4 если это если ты не будешь ну что все пишите комментарии что почем у вас на полках в магазине и готовы ли вы питаться из русского магазина в америке а может быть питаетесь рассказывать но мы честно говоря туда ходим как посмотреть на экзотические продукты значит так гречку мы покупали последний раз когда недель конечно дней еще скажи месяцев много месяцев назад вы покупали и мы пришли к выводу что возможно теперь мы тоже будем покупать вот так вот купил там гречка порубал ложкой и забыл на год все увидимся бай-бай пока